отключите звук все друзья мои начала сейчас наша прямая трансляция она идет в ютюбе на моем канале вот все я уже вижу ее приветствую вас дорогой мастер да я вот эфиры пишу с вами да и читаю материалы ваши начать как постфактум изучаю нельзя когда-то порекомендовали с вами там эфир сделать и вообще познакомиться потому что говорит у вас уникальные методики по роботе с сознанием давай на ты разговаривай так друзья мои отключите свои микрофоны все пожалуйста будем ругаться с вами да вот и сегодня хотелось бы опять об этом поговорить оса и вот много тоже людей присоединяется я рекламу предварительно сделал по поводу того что вы можете подсказать человеку как ему отключить его вот эту внутреннюю болтовню потому что многих это сейчас проблема голове происходит хаос как у лизин жить я сам знаю что это за беда сам тоже много лет с этим боролся но вот на нашем крайнем эфире который мы перед новым годом делали я вдруг к осенило меня я понял что ты имеешь ввиду под своей этой методикой что можно напряжение в голове каким-то образом сбрасывать через физическое тело да там через руки через ноги что это напряжение это в голове каким-то образом так уходит вот как это работает посоветуй нам что-нибудь сейчас расскажу я всех приветствую алан дорогой мой после тебя ко мне пришли много людей до того как мы делали эфир и там одна дама которая пришла ко мне вообще счастлива потому что говорит я таланты к вам попала теперь очень довольна потому что мы с ней поработали немножко я хочу вот то что мы с ней сделали сейчас показать потому что это вообще-то тесты тесты которые можно использовать как регуляторы этим самым управлять своим нервно психическим напряжением и выходить из высокого стресса на состояние глубокой душевной безмятежности да и в этом состоянии как чистого листа можно работать над своим характером и в этом состоянии можно переходить кроме восстановления переходить еще поток если проблема у человека творческая а может по здоровью может по общению он может там себе задавать вопросы в этом состоянии рой ассоциации включается к его же собственных до видео начинает появляться как решить свою проблему это мы сегодня покажем сделаем но я хочу прежде сказать слова пифагора вот мне мой друг денис я выключайте своих микрофоны пожалуйста сбивается видите да хаса нет мой друг из израиля денис прислал слова пифагора я щас их прочитаю пожалуйста значит сейчас я прочитаю оставили на рабочее место слова пифагора очень важный для нашей встречи вот что он говорил пифагор ни один человек не свободен если он не может контролировать себя я считаю что все нормальные люди думают одинаково и поэтому у меня есть фраза которая у меня 25 лет в центре моем москве защита от стресса была написана если человек не управляет собой им управляют другие по процентов а управление вот что такое хаса и сразу хотелось бы уточнить процессе разговора даже управление вниманием правильно да там где внимание там и сознание нашему внимание это очень вопрос серьезный мы сейчас к этому перейдем вот насчет внимания ты очень точно заметил например у меня много роликов у меня там 198 тысяч подписчиков на ютубе участвует на моих бесплатных ликбезах 100 человек там 150 человек не 198 тысяч почему потому что внимание этих людей за стрину только на поиске решения свои проблемы ну например пальчик даже болит у мизинец мизинец он внимание так сосреди пожалуйста этой боли что больше ничего не видит и не слышит и поэтому я там делаю какие-то названия чтобы посмотрели но там какие-то философские дамы что и мне кажется сейчас все кинуться смотреть а у него пальчик болит он ищет только название где пальчик и поэтому получается у меня школа большая 198 тысяч только на youtube канале только а на самом деле у меня школа получается гораздо меньше в три четыре раза меньше работаем мы совместно из многих стран мира люди независимо от национальности религии независимо от возраста мы все вместе работы над созданием науки человечницы там у меня метод ключ как раз таки что человек не может быть человеком если он находится пошел пальчик болит сейчас не до кого и не до чего может быть альтруистом альтруистом спасаться надо то есть самозащиты страх а вдруг палец опережек а вдруг придется ехать а это далеко а врачи сейчас такие все времени имеют все так ну короче говоря он начинает себя накручивать да и когда человек себя накручивает он зависает вот это зависание не позволяет ему иметь внимание свободное вот у нас в обычном состоянии я могу думать об одном и о другом и о третьем и о том о чем я думаю меня не трогает внутри я могу думать о животе а живот при этом не начинает болеть а вот если нашу думать о животе так сосредоточен с тревожностью что буду думать что же будет с моим животом он начинает у меня болеть то есть в обычном состоянии бодрствования как мы называем обычное состояние больше многовекторное внимание а в трансе каждый следующий момент однонаправленное внимание поэтому поскольку все люди у одного мизинчик у другого голова болит у третьего страхи у четвертого спина а у пятого ребенок из школы вовремя не вернулся и вот там внимание у них и поэтому я обучаю людей управлять своим вниманием то есть сознанием чтобы они могли вот например а и человек перед высоким забором мы думают смогу перепрыгнуть или нет а вот собака за ним побежала злой он раз и перепрыгнул значит он может у него ресурсы есть но вот зависимо от того какое у него сознание в этот момент о чем он думает могу не могу или прыгать вот как он сосредоточен зависит его состояние его действия насчет ключа я хочу немножко откорректировать это не только управление состоянием через движение механического через тело нет управляют состоянием и через тело и и просто можно не двигаться вот у меня же в госпитале люди много лежат в госпитале даже пальчиком шевелить не можно потому что у него ампутирована рука а он делает по-другому он делает принципы ключа я ему даю он делает на уровне ума а в религии что же повторяемая молитва или повторяемая мантра съезжает напряжение там же тоже в религии все это есть и в разных физкультурных вещах это есть и в йоге это если медитации а что такое то напряжение в голове какие-то нейроны связи сильно пишут такое напряжение это же электричество в голове ну что по сути же мысли даже электричество правильно носителем конечно конечно носителем является материальные материальные процессы энергия биохимические процессы и вот эти потенциалы всякие поэтому если на энцефалограмме когда датчики ставят альфа ритм бета ритм дельта ритм гамма ритм это много разных ритмов а мы сейчас будем заниматься чем по методу ключ мы будем учиться переключаться я дам регуляторы с помощью которых можно выходить из дельта ритма например на альфа состояние на состояние безмятежности и там решать те проблемы которые раньше проблемы эти не решались дельта ритм это получается активность да да они все активные просто частоты амплитуды разного давайте мы знаете что сделаем у нас есть несколько стандартов это тесты тесты сразу проверим у всех первое как шея проверим потому что очень многие проблемы например со страхами и с тревожностью связаны с травоснабжением мозга и поэтому если человек или родился с проблемами допустим родовая травма и действие пугали укусила собака или еще что-то или родители его часто наказывали мало ли чего он все время в напряжении и возникают блоки и сейчас мы проверим у кого какая шея да он уже показывает один на траве мы сейчас проверим значит не поднимая плеча поверните пожалуйста голову направо до конца а потом также медленно налево поверните не поднимая плеча и посмотрите если угол поворота одинаковые значит все более-менее а если кто-то поворачивает и не доворачивает разница если есть или поворачивает или поворачивает и где-то больно значит тоже поднимите руку я покажу как снимать а ну-ка у меня ладится а ладно тебя да 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 это очень хороший способ наладить кровоснабжение мозга и поэтому даже люди с паниками которые ко мне приходят за помощью паническими атаками да 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 и с тревожностью без причины вот бывает вроде все в порядке а лучше но тревожный оказывается большую частью это связано с тем что кровоснабжение мозга нарушена и сосуды сразу спазмирует как только человек нервничать начинает сразу спазм клетки мозга кислород не поступает и человек в таком тревожном состоянии и он бегает по врачам по психологам всякие советы воспринимают а в первую очередь надо шею проверить мало того шея имеет значение какое вот я в болгарии когда делал занятия там у меня в сидели люди это мне парень один говорит я уже два месяца медитации занимаюсь и у меня не получается я говорю почему не знаю почему я говорю смотрел там как у меня инструктор был меня учили не получается ничего но он старался два месяца я у него проверил шею я же врач я я просто проверил шею у него она заблокирована я ему просто сделал коррекцию чук-чук раз и угловая медитация пошла то все усилия которым два месяца дел как только шею наладили сразу дали результат то есть кровообращение восстановили получается да конечно это очень важно потому что ты же начал с организма с тела поэтому я говорю вот этот интересный момент очень связанный с психикой с нервами поэтому давайте у кого есть здесь недоворот как ладно я чтобы не было никому обидно давайте кто-нибудь другой вот давай вот выходи сюда кто там сейчас руку поднял андрей 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 что меня андрей да и потом выйдешь из эфира только хорошо хорошо алан ты можешь его увеличить андрея а вот он сейчас будет говорить и он увеличится тут кто говорящий тот и на главном экране правую сторону когда поворачиваю у меня пару дней вот здесь вот мышца то ли застудил то ли чего и прямо это болит я понял скажи пожалуйста на пальчик не доворачиваешь на два на три насколько не давать а вы все смотрите потому что вы будете потом этим пользоваться это мы сейчас андрея научим и одновременно вы все научитесь потому что доворачиваю все просто одну больно понятно вот теперь я тебе скажу что надо сделать сейчас мы берем это был тест мы сейчас поправим тебе шею я подскажу как а теперь нужен нам индикатор напряжения это градусник напряжения для шкала стресса вот виртуальная вот измеритель посмотрите вот это 10 это шторм это мысли путаются это хаос это тревога боль может быть может нога болит может спина болит тебе плохо это 10 а это ноль это штиль это безмятежность это такое состояние но которое бывает между сном и божественным когда ты например проснулся мысли может даже текут как облака а ничего внутри не задевает а потом вдруг вспомнил что надо к зубному врачу и сразу выскочил оттуда на практике вот это безмятежность это ноль теперь пожалуйста поднимите руки кто знает это состояние безмятежности поднимите руки калан конечно знает так так очень хорошо а теперь поднимите руки у кого давно ее не было так сейчас мне надо как-то увеличить это вот налево там листать и там вас наверху есть там синего нажимать и она показывать сегодня просто говорящий а я понял вот теперь нормально я понял значит смотрите если мы сейчас научимся наладию налаживать шею и научимся выходить на безмятежность то в этой безмятежности один заснет значит он до этого не досыпал у другого сразу появится хорошее настроение улыбка появится прямо даже такая легкость появится значит просто у него было напряжение мы его сбросили и вот это безмятежность когда появится будет такое состояние когда вы волнующие ваши вопросы вы можете сейчас и в себе наметить вот например я хочу чтобы любой стресс который встречался мне в жизни был для меня стресс трамплина помогал решать мои проблемы то есть что такое стресс трамплину не все же понимают то есть можно вот этот стресс негативную энергию использовать для того чтобы рост дать себе дать какой-то как в айкидо переводить на решение вопросов которые раньше решить не мог например я не мог раньше картину дорисовать чтобы колеса крутились но не получается у меня и все и тогда я стал искать когда мне какая-то неприятность появится потому что я уже знал как это сделать и и вот наконец мне звонит человек ну который именно не вовремя звонит но который именно такой больной такой тяжелый а мне надо сейчас с вами разговаривать и вдруг у меня звоните мне надо все бросить ему помогать и у меня стресс я поймал этот стресс и перевожу его на решение проблемы например тут же вспоминаю задачу и моё напряжение как в айкидо переходит сюда то есть вы энергию грубо говоря электричество попадает у вас активируют зону стресса какую-то вы вместо этого думаете про то намерение которое вам нужно и переходит правильно автоматически переходит автоматически и поэтому я потом с ним поговорим во первых я с ним говорил радушно потому что уже нет у меня такого напряга и негатива я с ним говорил радушно и он очень доволен и кроме этого я вечером взял кисточку начал рисовать и сделал чтобы колеса крутились это можно по любой задаче например вы не хотите учить иностранный язык допустим а желание нету а вам надо допустим или вам надо статью написать а не хочется потому что хочется футбол смотреть а вам надо написать допустим так вы сейчас мы научимся переводить эту энергию на решение ваших вопросов давайте теперь вернемся к шее значит каждый день два-три раза в день по пять-десять секунд вы руку кладете на руку это подпорка чтобы кисть была свободная находите находите от затылка до плеча и до лопатки вот эта зона воротниковая зона называется зона захарина геда вы находите болевые точки и начинаете их массировать когда у вас рука на подпорке кисть свободно и вы не а сегодня у меня смотрите куда идет это одновременно и разминка шейно-грудного отдела вот видите куда это у меня вот так только что больше не шло а всего три раза в день по 5-10 секунд и таким образом давайте все попробуем положите руку на руку знаки кисть и поищите от затылочного бугра вот она ниже по плечу и до лопатки вот это область воротниковая поищите точки которые болезненные и разминайте их разминайте вам это в жизни поможет много раз мало ли кто простудится мало ли соседу придется помочь его научите самомассаж делать то есть она улучшает кровообращение головы правильно помню конечно вот вы если поделаете вот так два три раза в день в удобное время сидя стоя как вам удобно вы потом заметите вот даже голова у вас болит допустим а вы вот так поделаете вот поделали поделали потом другую сторону нашли там точки поделали поделали потом сели отпустили себя и вот такая волна и делайте себе покачивание знаете как грузины вино пьет и песню поет да да они покачиваются потому что когда человек покачивается это волна у меня называется когда покачивается надо находить ритм покачивания удобно для вас и покачиваться как будто вы плаваете на лодке или в вагоне поезда едете и покачивает и мама ребенком тоже покачивает это покачивание дает этот транс какой-то более далекий снимает напряжение вот ребенок плачет она его качает и чем больше он напряжен тем она чаще качает и поэтому когда вы так делаете или в лоббе пожалуйста микрофоны свои мать качает ребенка она может его так качать она может его так качать и по разному если вы найдете как вас раньше мама качала в детстве вот тот механизм то вы сразу снимаете стресс и вместе с этим вы выходите из этого внутреннего диалога потому что состояние нуля состояние безмятежности там как раз таки вам ничего не мешает это состояние нуля будда назвал нирваны установки внутреннего диалога получается правильно да да это как раз тема нашего разговора вот тут вопрос написала елена глебова можно дальше массировать если там болевые точки то есть если болит что надо делать массировать эти болевые точки но без фанатизма потому что потом скажете у меня мало болело после вас сильно болит мягче 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 но если вы сейчас начали их разминать это вам стопроцентно нужно сто процентов потому что я уверен и вы сейчас подтвердите что у вас кроме того что здесь болевые точки у вас из головы немножко не в порядке и со сном могут быть проблемы и с тревожностью могут быть проблемы потому что гемодинамика нарушена с учет мощных спазмов вот выходите сюда давайте мы с вами поговорим чтобы всем было видно с очевидностью она можно пригласить да вот елена глебова писала вопрос елена глебова вы можете в эфир выйти включить микрофон и выйти и она девы но нас должна сама захотеть я же не могу это подключить понимаете мы же и подарок делаем на всю жизнь да елена где вы у нас есть люди руки поднимают может их подключить давайте вы не беспокойтесь наталья наталья руку поднимает наталья подключить сейчас я включу ваш микрофон я хочу сказать чтобы если новичок здесь который не в курсе чтобы просто понимали я врач профессионально здрасте меня слышно поэтому не беспокойтесь здравствуйте очень приятно здравствуйте еще раз так давайте наталья рассказывайте при повороте я заметила что вправо но наверное пальца на два у меня меньше поворачивается голова очень удивилась удивились правильно это то есть такой да врач вот вы пришли анализы сдавать первую очередь у невролога допустим должен первую очередь проверить вот это их всех учить надо я 10 лет был член направления межрегионального объединения врачей психологов социальных работников 10 лет я их учил этим простым вещам вы думаете все научились у них же внимание не всегда на том на чем нужно давайте это очень нужна вещь и очень приятно было мне вот как особенно вот эту часть когда я правую руку подняла и вроде я левую со стороны с левой стороны шею ну вот мне прямо это очень приятно там конечно есть болевые точки и в целом у меня из-за сидячей работы напряженные сто процентов нужно сто процентов вам надо два-три раза в день в удобное время сидя или лежа даже можете по комнате ходить вот так делать я вас уверяю через месяц вы себя не узнаете и в это время надо еще раскачиваться правильно я понимаю перед первые дни после того как вы это сделали надо просто сессии и посмотреть что же произошло и при этом надо раскачиваться и переживать о чем вы переживаете если вы по мысли своей негативные не будете лобовое столкновение с ними делать а будете выпускать как пар из чайника покачиваясь вот так вот первые дни два-три дня так поделайте вы потом будете это делать сами когда захотите вы будете так успокаиваться просто невероятно и между прочим помолодеете вы и так молоденькая смотрю на вы помолодеете лет на 10-12 и вас соседи узнавать не будет смотрите чтобы потому что вашу из дома не выгнал скажи что за девушка пришла хосе скажите вот значит сначала я мну порядок просто я еще раз а вот потом я раскачиваюсь уже как вы это сделали сели и отпустили себя на волну сейчас сделайте сделайте две-три минуты и вы сейчас заметите что произойдет покачаться или помять но вы уже помяли да хотите еще помните а потом сделайте две-три минуты вот эту стать после действия она называется момент истина расскажите нам хорошо а в это время мне надо отпускать свои вот эти вот мысли которые меня в голове правильно я понимаю пусть текут как текут не обращать внимание я не могу как мысли которые в обычное время текут пустить вот мысли такие хорошие ну думайте хорошие мысли мысли плохие не надо их прогонять они сами уйдут а если вы начнете с ними бороться у вас будет лобовое столкновение вы начнете напрягаться энергия чуть их питать по сути своей электричеством этим правильном голове поэтому вы себя отпустили вот так болтайтесь вот так вот как будто в купе поезда едете или как будто на лошади едете или как будто вы на лодке плывете и пустите мысли на самотек таким образом на уровне психики мысли на самотек и тело тоже на самотек делайте как делается и думайте как думается и вот соединяете духовное с материальным две свободы соединяются ментальная свобода и физическая свобода телесная и вы сейчас увидите что произойдет если допустим было столько или столько на индикаторе напряжения то сейчас станет столько ноль и сейчас появится мне с вами уже прямо каждую секунду становится спокойнее лучше я тут еще немножко добавляю подкрепляющих слов конечно хочу чтобы это запомнили и сами потом делали потому что я знаете я врач психиатр психиатр по образованию но я не лекарствами занимаюсь я учу людей управлять своим состоянием самим это главное самое правильно да а вот тут вопрос написали хаса тебе комментариях у меня частые мигрени при повороте влево есть жесткий стоп при массировании есть резко болевые точки правило а вы делаете делайте на то ли вы делали да а потом когда поделать и включитесь к нам давайте у кого болевые точки выходите сюда iphone долон кто это было не знаю можете включиться сейчас вам айфон айфон долон приветствую тебя карина добрый день у меня частые мигрени которые снимаются только лишь с аматриптаном то есть ничем не могу никак приступ снять сейчас при массировании у меня там прям такие вот сильно болевые точки вот и при повороте влево прям такой жесткий стоп право нет насколько там недоворот получается пальчик 23 ну вот так вот этот поставь сюда сколько ты пальцев не достаешь до угол поворота не доворачивайте на пальчик на два палец наверное это много да это много поясного 2 вообще много вы все запоминайте пожалуйста что потом сами делали значит вам надо обязательно три-четыре раза в день класть руку на руку находить эти точки их разминать это первое второе у вас мигрень тошнотой сопровождается нет если я вовремя не снимаю приступ то на приступ у меня длится где-то три дня я его прям препаратами даже не могу снять и и утром принимаю и ночью препараты у меня фоном все равно бывает мигрень понятно скажите с месячными связано извините за вопрос деликатный да но вот в последнее время у меня и и так понятно у бабушки было такое да у меня вот у тети тоже головные боли и и да да я понял это генетически да да и у деда сестры тоже были головные боли я сразу разбираюсь потому что мне 72 год из них я 40 лет я работаю врачом 40 лет это же не 40 месяцев 40 лет поэтому мы с аланом сейчас вас всех сделаем более здоровыми а как то можно избавиться от мигрени конечно можно для этого надо время от времени выходить на состояние нуля и когда вы выходите на состояние глубокой душевной безмятежности то есть спокой в голове правильно вы перестаете мешать организму и организм сам себя начинает настраивать а как это процесс еще сильнее запустить самонастройки это я бы сейчас запустил но тогда мне придется всех оставить и только с ней заниматься два-три часа вот сейчас давайте оставим потому что это клиническая пошла работа ну давайте мы сделаем это в следующий раз это вообще лечится же это исправима же правильно конечно 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 она будет буквально и мы так договоримся когда мы с тобой в следующий раз будем и лан чтобы она вышла в следующий раз и похвалилась нам результатами мы сейчас дадим домашнее задание чтобы она каждый день делал давайте дадим на каждый день два-три раза даже четыре раза ходите вы сидите вы разминайте эти точки без фанатизма это самое главное мягко разминайте и вы заметите если вы еще добавите вторую точку которая называется хэгу вот если вот так сделайте руку она между большим и указательным пальцем вот так сделаете бугорочек если вы сверху положите вот так и начинаете разминать там ломотка там нерв проходит надо я постоянно тоже разминаю ломотка вот это отмигрени значит вы делаете вот это потом вы делаете раскачивание и потом делаете вот это в любом порядке можете раскачаться потом вот это делать можете вот с этого начинаете женщины с правой руки начинают мужчины слева в общем вам три части которые вы будете делать каждый день на все это у вас уйдет пять минут на всю эту процеду 3 раза в день без фанатизма да конечно и вы заметите и заметите что ваша голова просветлела вы заметите что вы некоторые вопросы которые раньше не могли решить теперь начинайте решать с легкостью сайма массаж помогает от этого делать профессиональный массаж из надо делать конечно помогает в данном случае я учу людей чтобы они сами все делать а такой вопрос а у вас можно получить индивидуальную консультацию ну пожалуйста у меня все бесплатные консультации пожалуйста выходить на ватсап напишите мне я талану ага поняла хорошо спасибо телефон сообщим до встречи надо это так вот делать как вы и сказали сколько надо делать две недели если она поделает она уже почувствует накопительный эффект количество придет качество она станет уверена такая а давайте я две недели поделаю потом с вами слежусь так можно конечно можно все спасибо до встречи хочу еще добавить дело в том что как только человек избавляется от некоторых блоков будь то блоки ума или блоки тела у него открываются творческие качества и способности которых он может знает а может не знает ну допустим у меня была женщина которая раньше писала стихи и играла на фортепиано потом у нее были проблемы стресс и она потеряла эту способность она поделала упражнение к турешка покажу и восстановилась у нее это спасли она опять стала писать музыку это и тогда а другой человек вовсе не знал о том что он музыкант у нее открылись музыкальные данные а третий человек стал конструктором он вообще не представлял себе что он может быть конструктором для него это было где он и где конструкции это открывает те качества и способности о которых человек может даже не подозревал почему так происходит потому что человек по природе творец почему он по природе творец потому что человек это результат миллионных лет эволюции человеческого развития миллионы лет лежат в его потенциале и когда что-то болит или когда он пьет или когда курит или когда наркотики употреблять он не почему это делает потому что он не позволяет себе быть творцом или ему внушают кому нужна твоя деятельность ну например мне говорили кому нужны твои картины или например недавно уже твои песни да кому нужны твои эти стихи да да или твои книги добрые родственники до нашего пример девочки любят танцевать но они не дают себе танцевать они думают о чё я буду танцевать они разве не знают что танцы нужны для здоровья некоторые девочки не мечтают потому что я спросил у наташеньки наташенька ты почему не мечтаешь она это толку то что она не знает что толку для здоровья вот я вам пример приведу я уже взрослый человек но когда я ложу спать я всегда мечтаю что я влюблюсь потому что я знаю что состояние влюбленности это состояние оздоровления там включается эндорфин и другие гормоны вместо адреналина который у нас все время потому что мы все время в условиях неопределенности и все время с кем-то в конфликте все время мы чем-то разочарованы все время нам что-то не дают сделать что мы хотим время мы заставляем себе не делать то что хотим а то что надо и поэтому напряжение высокой напряжение в голове дат сопротивляется саботаж получается идет такой да и при этом поэтому и и мышцы напрягаются и живот болит спина потом схватом хасай вот тут два вопроса тебе сразу на ход ну по ходу подскажите пожалуйста почему при массировании болевых точек отдает в гортане ощущение воздействия на гортане остаются после правильно значит жил человека там нарушения спускай выходит сюда лариса написал вопрос можете подключиться вам сейчас дадут консультацию доброго вечера доброго видео включите пожалуйста да 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 я включила видео меня не видно а вот видно да это я при массировании ну я правую сторону не могу повернуть как бы так как левую и когда помассировала уже я чувствую что в горлане как бы ну как будто я горло само прям помассировала гортань именно приостановилась покачалась и ощущение воздействия как будто массировала гортань именно но они остались ну вот как-то сделать надо чтобы она больше было значит она она когда говорит бывает большая вот когда говорит ну хотя бы считаете раз два три чтобы на экране вы появились чтобы я вас больше видела чтобы все вас больше я вам вопрос хочу задать как врач если не хотите не отвечайте скажите об этом мы потом уже поговорите и уйдите от вопроса кто не хочет не отвечать скажите пожалуйста щитовидку вы проверяли нет давно уже нет хотя был период проживания в чернобыльской зоне но говорит не проверяла давно на был берет период проживания в чернобыльской зоне в свое время а я не утверждаю что у вас это ветка я просто должен задать дежурные вопросы это стандартные вопросы не обращайте внимание голова часто болит да очень часто практически постоянно какие-то проблески бывают ну вот поэтому поэтому у вас сразу проявляются вот эти нарушения поэтому я сразу об этом понял поэтому я хочу вас видеть на большом экране поэтому я хочу дать вам совет пока не могу вы когда говорите вы выходите на экран на большой вот вы сейчас на большом экране вот и говорите просто говорите и вы увеличитесь автоматически пожалуйста это тоже дежурный вопрос как вы спите длительный период времени я могу длительный длительное время не спать ну штуками скажем так назовем то есть вы не спите поэтому у вас напряжение высокое запомните пожалуйста все если человек по какой-то причине по внутренней причине или по внешним обстоятельствам не досыпает у него всегда напряжение выше а раз выше напряжение значит у него ближе к тревожности состояния и даже бывает беспричинные тревоги у вас бывает такое да есть такое есть и такое бывает и было поэтому очень очень точно говорите об этом было есть такое поэтому вам надо научиться спать я сейчас вас научу спать значит когда вы выйти на состояние безмятежности помечтаете о том что чтобы не случилось вы будете спать как в детстве помните когда вы были маленькой бегаешь на на целый день на свежем воздухе и укройся ночью под теплым одеяльцем и засыпаешь и как младенец детским богатырским сном помните детский сон не помните вы здесь все плохо спите или вы не помните я наверно больше не помню что связано с детством скорее всего так скорее всего что скорее всего плохо но как-то так получается тогда ответе на вопрос у вас родовая травма была это тоже дежурный вопрос это может быть вам вообще никакого отношения имеют не знаю не знаю маме как бы с такими вопросами не приставала ну вы с детства страдаете да думаю что наверно но в детстве мама говорят что было очень беспокойным там дурной возрастом года было очень неспокойно я понял вот смотрите что я вам сейчас скажу и для всех скажу метод ключ метод ключ ведь много сторон много частей и для выздоровления и для решения творческих задач и до многих вопросов у его основа его основа ключа это состояние нуля как стали установки внутреннего диалога покоя правильно да 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 это как раз таки освобождение от внутреннего диалога который мешает естеству состояние нуля это универсальное состояние восстановления если человек снимет напряжение выйдет на ноль а будда я повторюсь назвал это состояние нирваной и будда сказал когда он искал нирвану он сказал жизнь рождение и страдания жизнь и страдания смерти страдания и он искал метод как же быть и он нашел нирвану но буду это были тысячи лет назад он не мог объяснить что это за состояние мы сегодня можем объяснить сегодня 21 век это состояние когда мысли не вызывают эмоции или вообще нет мысли в голове это пустота это состояние которое в религии вот бесконечность безвремение это бог это бог то есть вы своей конкретности и своих страхов и своих шаблонов мышления и подражание авторитетом то есть из-за своего эго из-за своих болей души и тела соприкасаетесь с бесконечностью ради этого существует религии ради этого существуют все методы мира по психотерапии и так далее и так далее и так далее соприкоснуться человеку конкретному с чем-то большим бесконечным и тогда законы природы которые в нем включаются его выравнивают приводят гармонии и он восстанавливается поэтому наш метод ключ универсальный то есть если вы научитесь сегодня выходить из стресса на безмятежность вы получаете волшебную палочку для решения многих-многих вопросов но в первую очередь восстановление здоровья конечно получается я когда смотрю внутренний диалог останавливать спонтанно начинается это качание это же вот оно такое да правильно 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 алан скажу еще интересную вещь я женщина какой-то разговариваю вот так вот сижу разговариваю женщина мы нормально разговариваем потом я и говорю а как мама твоя себя чувствует и вдруг она начинает качаться на игру чё ты качаешься ногая качался я груда потому что нервная система напряжения сразу инстинктивно выдает колебательные движения чтобы стать напряжение до инстинктивное действие все приемы и упражнения метода ключ основаны на осознанном применении инстинктивных действий которые вы и сами делаете всегда но просто раньше не обращались сознательного внимания вы неосознанно всегда так делаете ногой качаете и пальцами стучите и голову так что нам ларисе делать ларисе тогда какой мы совет дадим сейчас мы сейчас дадим ларису выйти на ноль на нулевое состояние вот индикатор напряжения пожалуйста все запомните он вам много раз поможет жизни вы скажите мне сейчас вот это шторм это 10 а это штиль это но лиса подними так руку поднимите руку так вот как вот и поступить и вы на каком делении сейчас вы час 10 вот здесь и сейчас моменте вы на каком делении находитесь это шторм это хаос это плохо это хорошо легко беззаботно ну наверное вот наверное вот так вот если ладошка это локоть это ноль да наверно все таки ближе к десяти скажем так к пяти да нет чуть выше пяти 6 7 получается да 6 7 возьмем теперь пожалуйста встаньте чтобы мы вас видели что вы стоите сейчас я вам покажу упражнение паса тут сразу пока будут вставать лариса вопрос тебе доброго дня хаса и рад очень что попал на эфир у меня в синдром черепахи какой-то момент очень явно стал слежать состояние все время подняты плечи когда внимание до направляю плечи опускаются нормальное положение это тоже связано с напряжением конечно конечно это перенапряжение сейчас я сразу научу вот вова после ларисы тогда у кого вопросы есть пишите мне вот вот сюда где комментарии и подключаться будем чтобы у нас бардак не получался дальше дальше встаньте дальше чтобы вы могли чтоб все могли видеть молодец вы нас с диваном или кроватью вдруг у вас начнет качать вот так уже расслабитесь чтобы вы были выключите пожалуйста выключите пожалуйста кто-то включил так а теперь теперь вот если у вас есть один тест вот этот вот индикатор напряжения или градусник на вы определили свое состояние сейчас 67 а теперь пожалуйста потряситесь как хотите как вам нравится просто потряситесь да 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 молодец молодец потряситесь просто вот так стоите и пятки носочки руки расслабьте тоже руки-то расслабить надо да а ей хочется вот так делать потому что у него напряжение поэтому делайте как вам хочется делайте как хочется делать и делать и делать из той чистоты которая вам нравится из которой вот татьяна там делает вот она татьяна как делать да 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 молодец сделать и делать и делать прямо тряситесь тряситесь хасайна сейчас 1300 человек в ютубе смотрит тоже в эфире да все вместе с вами учатся тоже лариса вы делаете благородное дело вы даете им пользу пример они тоже будут знать как снимать стресс это когда потрясись меня во первых кинула жар почему-то сильно очень а как же давно не тренировались хватит достаточно полминуты достаточно достаточно а теперь пожалуйста сделайте хлест вот такие движения когда снимаете да 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 просто бросайте руки как плети не думайте как это правильно делать а делайте как нравится запоминайте чем ключ отличается от физкультуры здесь надо думать не о том как правильно делать а здесь надо думать о том что вас волнует вектор внимания намерение намерение настроена на какую-то вашу идею ну например вы собираетесь идти к врачу и нервничать и вот об этом и нервничать и например вы идете на экзамен и нервничать об этом образом снимается мысленное напряжение ваша мысль которая вас там как это получится пластинка да вы так скидываете конечно конечно молодец какая а теперь лыжника руки вниз бросайте пятки поднимайте как на лыжи ходила молодец какая умница во первых будете молодеть во вторых лишний вес уйдет в третьих будете хорошо спать в четвертых откроется способности которых вы раньше даже не подозревали и вы станете счастливым человеком и купите мне маленькую шоколадку подарок горькую потому что большой любой дурак купить может это шутка так теперь можете делать воды делали вниз бросали руки пятки поднимали а теперь попробуйте вверх бросать выберите тот такое которое вам подходит руки вверх кидайте до вверх а как определить что вам подходит вам подходит то что вам легко делать и хочется продолжать этого нету ни в какой йоге ни в какой физкультуре ни в каком цигуне нигде нету такого правила который я вам сейчас даю вы его будете знать вам подходит то упражнение которое хочется продолжать а которое не хочется продолжать отбрасывайте таким образом вы сразу выйдете на свои собственные упражнения а не на те которые вам навязывают об этом у меня физическая культура для десяток одиннадцатых классов профессор анатолий петрович матвеева учебники называется синхро гимнастика по методу саморегуляции ключ скоро все дети будут это знать и будут меньше болеть и лучше учиться так очень хорошо теперь шалтай болтай как все дети делают о молодец какая и думать надо свои проблемы в эти моменты да то есть то что вас беспокоит о чем думается о том и думать да не думать ни про действия не прочего про свою эту проблему как дети святом писании написано будьте как дети и спасетесь вот пожалуйста будьте как дети если вы вспомните вы так делали много раз когда были маленькой вопрос тут сразу пишут саша пишет покачивание лучше делать стоили можно и сидя и сидя можно и стоили можно без фанатизма спокойно легко именно так как вам нравится а вот тут спрашивают сразу виктория если способ таким образом можно убрать страх перед публичным выступлением конечно только так и делается люди либо выпивают 50 грамм для храбрости либо делают синхро гимнастику чтобы включить эти спирты внутри организма который называется эндорфиноподобный гормон когда человек так делает напряжение падает и поэтому включаются эндорфины андреналин снижается эндорфин включается и поэтому вместо 50 грамм для храбрости перед любым выступлением а люди потому вино и пилоту и водку пьют потому что они не знали что может так просто заменить естественным образом я раньше много выпивал а сейчас не пьют 10 лет ни капли и вдруг я обнаружил что я стал счастливее гораздо потому что раньше если мне говорили давай там через год сделали тут а тут а тут а плана я думал какой через год у меня такая голова тяжелая это каждый следующий день как стена а сейчас я могу сказать давай через пять лет сделаем что-то тут стена рухнула потому что алкоголь это яд и этот просто химический заменитель естественных эндорфинов и поэтому у меня много сотни сотни людей которые бросили пить когда стали начали начали делать синхро гимнастику вот лариса делать что и дальше делать да теперь пожалуйста повесьте руки как на воду положите так что плечи не напрягались найдите им положение молодец какая теперь внимание мысленно воображайте что это магниты или там какой-то любой другой образ подберите что они притягиваются не механически двигайте не механически а просто мысленно представьте и когда они пойдут в им не мешать и вот они пошли после того как она потряслась после того как она сделала несколько упражнений есть синхро гимнастики снизилась напряжение и мысль вызывает реакцию это называется идиомоторный рефлекс посмотрите мысль уже управляет рукой до этого рукой мысль не управляла да ей приходилось если механически делать а сейчас она думает и они пошли громче скажите дальше руки продолжают хотя сближаться по крайней мере это нормально нормально конечно пускай сближается вы же доминанту создали вы были в нуле теперь была идея идея создала доминанту и руки пошли на рефлексии на автомате вот смотрите вы сами можете создавать доминанте то есть так можно любую программу создавать лариса понимаете да да и в этот момент можете помечтать о желаемых перемен в этот момент когда у вас руки сводятся вы думаете как сводить руки в этот же момент закладывать и свое намерение его да да например вот вы чего-то хотели добиться чего-то что-то вам мешало теперь вы можете помечтать что теперь у вас лучше получится поделайте поделать и порой вот это расскажите нам всем чем отличается вот это движение от механического действительно образовывается в какой-то некий магнит когда ты вообще ни о чем не мыслишь вообще руки сами ну как-то сами магнит вот действительно слово магнит наиболее отображает именно это действие я как вам еще напомню что первые разы когда вы это пробуйте стойте у дивана или кровати потому что в этот момент тело начинает качаться и кто-то может упасть техника безопасности обязательно нужно запомните первые упражнения делать перед диваном или кровать спасай вот полторы тысячи человек в эфире вот сразу спрашивают по ходу этой практики доброго времени суток тест закрытыми глазами делать когда руки на воду кладешь или с открытыми как удобно как удобно я хочу вам сказать главное правило никогда в жизни не поддавайтесь ничьим советам и никакие духовные практики не делайте насильно не медитацию не переходы в альфа-состояние насильно над собой ничего делать нельзя надо искать как сделать легко свободно а для того чтобы сделать легко даже напряжение в голове снимается правильно правильно поэтому мы сначала сняли физически там для очевидно а потом сами снимать уже идиомоторно это уже ключевые упражнения это механический массаж а это уже идиомоторный а теперь попробуйте попробуйте чтобы они всплыли у вас также закрытыми глазами мысленно всплыли нет не обязательно закрытая как хотите хотите выше горизонта смотрите хотите закройте глаза хотите открыть вот они пошли вверх вот это упражнение а почему одна рука идет легче 2 тяжелее а потому что у меня здесь был посмотрите покачивается вот смотрите вот это упражнение называется левитация когда руки сами всплывают если она представить себе что она летит над облаками и так далее они быстрее пойдут подберете образ посмотрите что происходит вот если она сейчас опустит руки они опять пойдут наверху запустите так вот все микрофоны друзья у кого микрофон включен смотрите как они идут видите да вот это идиомоторная реакция видео моторная или рефлекторные потому что мысль включила рефлекс автоматизма сейчас я вам покажу книжку видите лариса как через такие простые упражнения можно скидывать свои напряжения в голове а это нормально то вот вам все все эмоции когда плакать хочется надо плакать зевать хочется надо зевать смеяться хочется надо смеяться добавить какие-то упражнения хочется добавить их над запомните схему вы сделали простые вещи потом делаете идиомоторные потом добавляете те движения которые вам хочется добавить допустим вам голову пришло боксировать боксируйте пришло в голову дирижировать дирижируйте пришло в голову еще что-то делайте что вам хочется в этот момент это вам организм подсказывает делайте все что подсказывает организм вот смотрите видите вот она делала полет вот у нас на символ звезды над нами и космос внутри нас и упражнения полет вот смотрите лариса уже плачет хаса его женщину до слез довели разгрузка идет правильно молодец надо плакать зевание плач это все полезные действия на саша пишет с детства в правом плече сильная боль появляется при разогреве на тренировках осознал боль в пятом классе когда начал тренировки сейчас меньше но появляется что делать саша айс не надо на тренировках доводить себя до боли а перед тренировками надо сделать раскрепощение снятия на мышц не зажима то что мы сейчас делать если нашу синхрогимнастику вставить в любую спортивную деятельность резко чемпионы становятся быстрее я тренировал олимпийскую сборную я тренировал международные и сборные я тренировал футболистов я тренировал тип то вальщиков видела касая тут как раз у нас тоже девушка одна фехтовальщица она просила вам задать она появилось у нас на эфире не появилась тело практически на в сборной россии у нас по фехтованию ее тела как практически саботирует знаете там сама ломаться начинает давайте сюда, давайте сюда. Я люблю... Лариса, отключайся, выключай звук. Как состояние, расскажи. Ну, слезы пошли, как бы, вот этот, наверное, эффект такой. Тишина. Пришла тишина некая определенная, особенно, когда руки, ну, на воде нужно было расположить руки, была определенная тишина. Даже не надо было в принципе глаза закрывать. Какое состояние? Вот у вас было 7-6, а сейчас сколько? Не, ну, сейчас пониже, я бы сказала, было. Ну, ниже 5 точно, 4. 4-3, наверное, можно. А как вы сейчас себя чувствуете, скажите? По-свободнее. Во! Снятие нервно-мышленных зажимов. Чему учил Станиславский своих актеров? Актеры не понимали ничего, да, понимаете? Я с актерами говорю, что им состояние учили передавать, а не просто там людей развлекать, да? Конечно, конечно. Есть две школы, две школы в театре, как говорится, одна школа. Найти состояние, которое понуждает человека к действиям. а в другом случае найти действия, которое вызывает состояние. И вот это вечный спор между школами. Как я пошла, Матвеев, как? Какая была? Так, кто там звук включил? Друзья, руку поднимайте. Друзья, я проводил курсы в Щупинском училище с профессором Паламишевым. Там актеры, актеры в будущем учились. У Этуша. Александр руку поднимает. Да, Этуш сказал, я у себя стресс как снимаю? Я, говорит, руку на стол положу и стучу, вот так сижу. Просто стучит? Происходит успокоение. Правильно, потому что повторяемые действия точно такое же, как мама ребенка качает. То есть актеры точно так же зажимы снимают, получается, да, свои. Да, он так, он сам инстинктивно так снимал. Потом я их учил там, студентов. И девочка одна вышла вот через эти руки на состояние, она сказала так, от всего земного отрывают, от всех бытовых проблем отрывают. Такое состояние, говорит, как будто ничего в голове нет, пустота. А я говорю, вот вы актриса, вот для чего вам это будет нужно? Ну как, для чего, говорит, я буду легче в роль входить? Если попрактиковать вот эти приемы, это универсальный метод ключ. Если попрактиковать их, в спорте будут больше достижений. В тренировку включайте эти тренировочные действия. А до или после включать эту тренировку? Да, конечно. До снимайте зажимы и в тренировочный процесс быстрее. Мне даже балерины говорили, когда мы делаем эти приемы, мы быстрее вырабатываемся в танец. Вырабатывается в танец. Быстрее, потому что блоки-то сняли. Так. Тут, Виктория, есть проблемы с дыханием, очень слабые легкие. Какие есть методы, чтобы разработать легкие? Заранее спасибо. Выходите сюда. Я, не видя человека, советы не даю, потому что... Александр, и тут два человека руку поднимали. Один без видео, вот Александр с видео. Александр, включитесь. А потом вот Виктория. Кто хочет, руку поднимайте и вот вопрос можете в комментариях писать. Здравствуйте, можем писать. Я вам хотел задать следующий вопрос. Когда я поворачивал голову по одной, я доходил до конца, но я с усилием и у меня звучало как хруст неприятный на конце головы. А потом, когда в другую сторону то же самое. И даже, когда я качался, у меня как будто боль была в спине и определенный кружин. Как это снять? Я вас не вижу, у вас темно там. Вам нужно свет включить, что ли, или встать? Я хочу. Позвольте. Алан, мы можем в следующий раз у тебя прямо клинику сделать. Наглядные примеры. Самое лучшее же, правильно? Практика и критерия истины. Практика, да. Я абсолютно уверен, 30% твоих участников после этого решат свои проблемы, которые раньше казались нерешаемыми. Так я поэтому эфир делал, понимаете, люди же заинтересованные тут у нас сейчас которые хотят себя лучше делать. Поэтому им это важно, понимаете, они это практически используют. Тут уже полторы тысячи человек у нас практически в эфире сейчас с нами в Ютубе. замечательно. Итак, Александр, давайте еще раз. Я, когда вы подсказали то упражнение, которое повернусь с головы с одной стороны и с другую, чтобы смотреть, откуда доходит. У меня вроде бы доходит как раз до плеча в ровно. Почему говорит сейчас Алан? Он говорит, они увеличиваются. А можно, чтобы он увеличился? Он увеличился еще? Нет, чтобы он один был, чтобы видно его. Сейчас. Вот. Видно его теперь? Нет. Ну вот он один сейчас. Нет, я его вижу в маленьком квадратике. Странно, у меня на весь экран он. Странно. А у меня нет. Может мне что-то надо нажать? Мне надо его видеть. Теперь видно? Нет. А пусть все скажут, видите вы его или нет. Я его вижу в маленьком экранчике. То есть практически не вижу, потому что там свет у него плохо падает. А свет не можете ярче включить там, Александр, чтобы вас видно было? А, посрались. или встаньте вот там на свет. Вот там можете если встать, свет у вас горит? А, вот давайте. Вот там где-нибудь. Слышно будет? Да, теперь лучше. Теперь лучше. Да, пожалуйста, еще раз повторите то, что вы говорите, а то я так не понял. когда вы рассказывали, как можно поднимать связи с связью от шеи, которые связаны в голове и связаны с вас. Я просто слышу, что он говорит. Он говорит, когда шею так поворачивают, у него очень сильно хрустит в шее, в шейном позвонке, в шейном отделе. А ты что? Даже на кончике головы. Даже на кончике головы, где голова шеи соединяется, там хруст появляется. Правильно, так дальше. Очень больной и неприятно. Что? Больно и неприятно. Больно и неприятно. Больно и неприятный хруст. Ну, у вас давно так, да? Давно у вас так? Да, уже несколько лет. Несколько лет. А чем вы занимаетесь? Физкультурой, там какой-то, шейпингом, фонетикой, там или аэробикой, чем вы занимаетесь? Потому что в последние годы я живу достаточно с ячим в области жизни, потому что я работал в офисе. Сейчас недавно я начал самозаниматься физкультурой и всего. Мне стало немножко лучше, но все равно присутствуют зажимы, боли, периодические. Я не очень разбираю речи. Алан, ты можешь мне помочь? Он сказал, что он вообще не занимался, ведет сидячий образ жизни, в офисе работал. Сейчас в последнее время немножко занялся физкультурой, чуть-чуть стало полегче, но вот все равно шея очень болит очень давно. По всей видимости это старая проблема и она вот как-то не уходит. Я понял. А сон как у тебя? Сон как у вас? По-разному бывает. Порой я могу неспокойно заснуться, а то порой не чувствую, не могу так, не могу у вас. Порой у него вообще бывает очень плохой сон, иногда хорошо засыпать, иногда очень плохо. Я понял, я понял. Короче говоря, мы все сейчас тебе пожелаем здоровья, мы все сейчас будем тебя поддерживать. Ты, пожалуйста, я тебе сейчас свидание дам, ты это сделай. Значит, как мы договорились, запомни индикатор напряжения, время от времени мысленно, хоть ты в самолете летишь, хоть за столом, мысленно, если у тебя какие-то проблемы, мысленно вспомни индикатор и отметь себе, где ты находишься. Это первое. Второе. Ты научишься тому, что ты в любом стрессе вспомнишь индикатор и сможешь мысленно, мысленно рычажок на индикаторе вниз перемещать. Вот вспомнишь индикатор, да? Вот допустим, у тебя там голова болит, ну допустим, или ты плохо спал, ты вспомни индикатор и рычажок ниже сделай. У нас все на биологически обратных связях построено. Когда мы в образе своем внутреннем вот это делаем, ты уже из стресса выходишь. Ты понял меня, да? Самопрограммирование такое, самопрограммирование получается. Да, 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 таким образом получается это способ самовнушения через какую-то модель действия. Это проще, чем себе внушать, у меня не болит, ничего не болит, это проще. Представил индикатор и начинаешь двигать. И любой из нас, который это сделает, вот допустим, зуб заболел и думаешь, ой, теперь что делать, сразу вспомни индикатор и начинаю медленно двигать вниз. Как будто и в голове напряжение снимается, боль, правильно? Да, 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 именно так, потому что биологические обратные связи у нас работают. Понятно. Значит, индикатор ты имеешь. Теперь делай хлест, а ну встань, пожалуйста, сделай хлест. Свободно, свободно. Да, 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 и одновременно, он уже одновременно поднимается на носочки. Правильно, молодец. Шикарно делаешь. Он уже научился, он уже пятки поднимал. Хасай, пока Александр сейчас делает, ему пару минут надо будет делать для расслабиться. Тут Ирина задала вопрос. Добрый вечер, уважаемый Хасай. Подскажите, пожалуйста, может ли помочь метод ключ при уже начатых разрушениях организма, в частности, проблемами в НЧС? Я не знаю, что это такое. Благодарю, в НЧС. Я тоже не знаю, что такое НЧС. ВНЧС. Тоже не знаю, пусть она выходит сюда. Все, я понял, да, сейчас, потом уже, допустим, сейчас с Александром закончим. Вы, друзья, просто вы смотрите, это же все методики универсальные, они для всех годятся, при всех случаях жизни, правильно, от всех проблем. Конечно, потому что главный принцип, ничего насильно не делать над собой. Делать только то, что хочется продолжать. такие простые принципы, и такие мощные, чтобы до них дойти. А что бы вам сказали тогда в Шаолине где-нибудь, где ли там дети тренируются? Да, я не знаю, то, что в кино показывают, это одно, а как там на самом деле я там не был, поэтому не знаю. Хорошо, а вот спортсмены, которые на большие результаты работают в сборных, да, они же там напрягаются очень сильно через «Не могу», на воле уже. Вот я сейчас скажу, я хоккейной командой тренировал, «Торпеда» в Нижнем Новгороде, в Москве «Динамо» я тренировал, потом я тренировал футболистов, «Анжи», я сделал так, чтобы я помог «Анжи», они вышли на четвертое место. Это молодцы ребята, но я тоже им помог. Потом, значит, я тренировал фехтовальщиков, ЦСКА, Назлымов, мой друг, который был главный по циклам. Как фамилия? Тут она тоже фехтовальщица и тоже из ЦСКА, который вопрос задавал вам. Вот я как раз жду ее, когда она выйдет. Она, говорит, вот написала мне сейчас в комментариях, я, говорит, лежу на массаже, не могу видео включить. А, понятно, жалко, но она знает Назлымова, Владимир Алиярович Назлымов, чемпион мира, многократный чемпион Олимпийских игр. Он был председателем ЦСКА СССР. В 1975 году я вместе с ним я готовил саблю Москвы. А потом он меня взял с собой в Ленинград, тогда назывался Ленинград, я помогал сабли Ленинграда готовить. А там был его друг, тоже олимпийский чемпион, Кровопусков. Я жил в доме у Кровопускова, я их тренировал, короче говоря, они были все довольны. Я хочу сказать, что они мне потом сказали. Они сказали, ваша тренировка помогает снимать блоки. Поэтому в любой тренировке, если ключ вставить по снятию блоков, хоть актер, хоть боксер, не имеет значения, хоть фехтовальщик. А у меня сейчас есть друзья-фехтовальщики, которые у меня курс проходят. Вот Александр уже делает у нас минуты 3-4, что ему дальше? Все, молодец. А теперь, пожалуйста, держи руки, как будто на воду положил. Перед собой, да. Да, чтобы плечо не напрягалось, просто вот так. И вообрази, что они притягиваются. И думай в этот момент не только о руках, потому что, если ты будешь делать себе экзамен, они будут стоять на месте. А ты думай о том, что тебя волнует, о чем ты мечтаешь. О каком-нибудь свидании хорошем, да? Да, да, да. О том, что спать будешь хорошо, о том, что настроение будет хорошее. Помечтай, как ты вот чего-то, какие-то мечты в жизни у тебя есть, помечтай. И вот правая рука лучше идет, а левая тормозит, да, это зажимы, наверное, да? Да, конечно. Ну, теперь опусти и пускай поднимаются. О, пошли, пошли. О, как хорошо. Вот, вот, вот. Смотри, как хорошо идет. Сейчас левая, да, лучше идет. Да, вот, вот. Вот, еще раз. Покажу. Звезды над нами, космос. Книгу. Космос над нами. И внутри нас тоже. И внутри нас. А эта книжка у меня называется «Новые приемы». Вот, друзья, покупаем книжку, прекрасная книжка, заказываем в интернете. А где ее заказывать можно? На зоне она есть? Да, наверное, да. Да, я сам лично не знаю, там они продают, это издательство АСТ. Просто можно назвать Хосе Алиев «Новые приемы метода ключ» или «Белые стороны черной дыры страха». Потому что мы с Аланом в прошлый раз говорили, как страх превращать в таланты. Да. Нет, сколько вывешать? Да. Все, вот, Александр, молодец. Да, да, теперь, пожалуйста, садись. Благодарю. Сел, Александр, теперь, пожалуйста, найди волну, найди волну, покачайся, куда тебе нравится, поищи волну. Тебе надо будет, Александр, в следующий раз садиться туда, где тебе удобно, потому что ты не боялся упасть назад, знаешь, потому что чувствуется у него как табуретка и он боится сейчас назад. Да, ты будешь смотреть. Да. Так, друзья, микрофоны выключаем свои. Да, да, Александр, молодец. А даже, когда молится человек, вот я помню, моя бабушка молилась, сидела, она там щетки перебирала и вот так ля, 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 ля делала. Возле стены плача посмотришь, как в Израиле евреи пацаны качаются стоять. То же самое, то же самое, да. То есть, они в транс ходят в некий, да? А я сейчас скажу, почему, евреи умнее, чем мы. Тут еще вопрос, кстати, написали сразу по ходу. Андрей спрашивает вопрос, если делать ключ перед медитацией, можно быстрее войти в транс? Если что? Если делать ключ перед медитацией, можно быстро войти в транс? Потому что у нас в школе не разрешали ребенку ногой качать, когда он сидит. Он должен был ровно сидеть и не двигаться. Под директивным обучением. А там можно вроде бы, мне так говорили, хочешь качай ногой, хочешь двигайся, хочешь ходи по комнате, но свобода. Так, Александр качается вот. И Александр надо качаться, сколько ему хочется, правильно? И думать о своих там проблемах каких-то. Да, что идет, то идет, ничему не мешать. Слезы пойдут, что надо делать? Плакать. Смеяться хочется, что надо делать? Смеяться. Подергаться хочется, подергайся. Потянуться хочется, потянись. И сколько раз в день надо так делать ему это, чтобы вот в порядок прийти? А он сам будет чувствовать. Если, допустим, он не спал там месяц, конечно, ему захочется спать, и поэтому надо спать, а не дрова идти колоть. А если хочется дрова колоть, надо дрова колоть. А вот эти повторяемые движения снимают напряжение. Чудесный режиссер, который сделал с Челентана фильм, помните, как Челентана, на украшение строптивого? Украшение строптивого, да. Он когда там влюбился, а что-то там получилось у них, он пошел дрова колоть. Помните, он дрова колол, снимал напряжение, да. Это находка режиссера чудесная. Тут Хасай, смотрю, тут у нас вот человек руку поднял, написано iPad Boba, но там какая-то очаровательная женщина. Вот, сейчас она будет. Давайте сюда женщин. Она за вами повторяла, делала уже все. Добрый день, Алан. Здравствуйте. Уважаемый. Теперь я тебя узнал, да. Меня Оля зовут. Я вот как раз с синдромом черепахи. Не так давно. Синдром чего еще, расскажите? Синдром черепахи. Черепахи. А, черепахи. Я член союза художника. Вот смотрите. Вот так делайте. Как вам хочется голову втягивать, так и втягивайте. Кулак сжимайте. Кулак сжимайте. Втягивайте, втягивайте. Кулак сжимайте и одновременно станите, орите, говорите, мама, мама. Что хочется сказать, сделайте. Ом, ом, ом. Ля, ля, ля. Вот давайте, давайте. Смотрите, сейчас что-то произойдет. Нам, 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 нам. Да, 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 да. Вот смотрите. Как организм просит вот так делать. Не надо сопротивляться. Надо усилить это. И через это вы освобождаетесь. Ага, все. Понятно. То есть, а я вниманием всегда стараюсь быть вот здесь, чтобы... В голове напряжение создаешь тогда. Конечно. Вы создаете конфликт с собой. Все. Отлично. Спасибо большое. Подождите. Теперь скажите, как дела? Ой, ну у меня жар бросило. То есть, вот здесь все теперь горит. И уже такое, да, вот... Это вначале жар бросило. Сейчас жар пройдет. Еще раз сделайте вот это и скажите, как дела. Хорошо. Да, и можете покричать, постанать, ля-ля говорить, мама говорит, что хотите. У меня очень подозрительно. Тебе можно, Толя, пока звук выключить. Хорошо. А потом расскажешь, что получилось. Молодец. Сейчас еще руку поднимают. Да, молодец. Сейчас мы со всеми поговорим. А теперь скажите, все, освободились. Теперь похлопайте себя вот так вот, хлест. Свободно. Сделайте шалтай-болтай, как дети делают все. Свободно. Молодец. И похвалите себя. Скажите, я молодец. Я красавица. Я умница. Тогда будете меньше поддаваться мужикам, которые вам на ушко это шепчут, чтобы вами управлять. А вы сами можете себе сказать, я молодец. И все дела. То есть, лучше себя самому программировать, чем кому-то, да? Конечно. Я немножко шутник, поэтому вы правильно относитесь к моему юмору. Спасибо. Так, теперь садитесь и скажите, как ваши дела. Так, теперь холодок по спине пошел у меня. И такой некий гул вот в голове. Гул, просто гул такой, но он не... Он приятный. Сосудики, да. Вот домашнее задание. Пожалуйста, когда вам хочется втянуть, вы как раз специально и сделайте. Все, отлично. А то я вот сопротивляюсь этому. Ну что вы, будет вот так. Выключай звук. Спасибо. Пожалуйста. Пошла. Вот Александр просится следующее. Александр, включите себе этот звук. Александр, надо. Всем. Проблема следующая, да, я уже писал, Алана озвучивал, что происходит при разогреве на тренировках именно не при долгих тренировках, а даже вот просто на элементарном разогреве. Боль в плече. То есть разогревается, я так понимаю, шейный отдел. Мышцы перестают тренить. И начинается, видимо, защемление нерва. И стрельба идет в правое плечо. И очень серьезно. А чем вы занимаетесь? Ну, в детстве каратэ занимался, сейчас рукопашный бой, джидо. Ну, танцы люблю. Сейчас тоже с женой танцуем, так что все ок. Правильно, танцы. Да. Ну, вот у вас там блок, конечно. Вот делайте, пожалуйста, о чем мы говорили. Руку на руку. Делайте вот это. Я вам еще раз хочу повторять. Я вначале вот так вот делал. Теперь вот так. Это немножко улучшает работу состава и снимает нервную мышцу. Вот эта воротниковая зона называется зона Захарина-Геда. Это две фамилии. Неврологи понимают, что это зона. На ней происходит проекция работы всех внутренних органов. Поэтому, когда вы это делаете, одновременно вы желудок улучшаете, кишечник улучшаете, туалет весь улучшаете. Одновременно кровоснабжение мозга. Это очень серьезно. Это очень сильно. Почему я об этом специально говорю? Потому что в методе нашем все очень просто. И доносится простыми словами. Потому что все то, что мы делаем, вы и так делаете, и без нас. Только инстинктивно. А я просто это озвучил. И поэтому вам кажется, ну да, конечно, взял, вот так поделал. Ну и что? Не ну и что? Это на весь золото. Если вы это будете делать, то ваши несколько дней пройдут эти боли. И кровоснабжение мозга наладится. И спать будете лучше. И танцевать будете. Подождите, Александр, вас не слышно. Уточняющий вопрос хочу задать. Вот былы у врачей, да, ставят диагноз. Шейный остеохондроз. И получается позвонок, который находится как раз вот в плечевом отделе, да, он как бы не на месте. То есть это, ну, важное уточнение, или этого будет достаточное упражнение, то, что как бы разминка шеи и все. Если вы будете это делать, и выбросите все тренировки, которые заставляют вас напрягаться, чтобы была боль. Если вы их на время отмените, а будете делать то, что я вам предлагаю. Плюс танцы, которые вы любите делать, пожалуйста. Не делая насилие над собой никогда. Поэтому я много спортсменов знаю, чемпионов мира. Они все травмированные. Они же работали на результат, а не для здоровья. Для здоровья существует физкультура, а не спорт. Не надо вам спортом заниматься, если у вас эти проблемы. Занимайтесь физкультурой. А лучшей физкультурой является синхрофизкультура, то есть синхрогимнастика. То есть то, о чем я сейчас вам рассказываю. Подбирайте те действия, которые вам подходят, а не которые вам кажется нужно делать. А мы сейчас и подбираем. Вот она делала шалтай-болтай, потом делала лыжника, потом я сказал, захочется дирижировать, дирижируйте, захочется фехтовать, фехтуйте, захочется бой с тенью делать, делайте бой с тенью, подключайте то, что вам хочется. То, что хочется продолжать. А то, что не хочется продолжать, выкидывайте, и это будет оздоровительная физкультура. Вопросы есть еще? Вот тут Ирина. Значит, 3-4 раза в день, если боли здесь есть, делайте. Остехондроз есть у всех. Да, вот Ирина. Это не должен испугать. Руку подняла. У нас теперь есть средства, чтобы мы могли от этого избавляться. Давайте вопрос. Добрый вечер. Слышно меня? Да, слышно. Ага. Меня Ирина зовут. У меня вопрос по внутреннему диалогу. Мы сейчас на марафоне у Алана, и я не могу никак остановить свой внутренний диалог, хотя на точку смотрю, я даже не мигаю, но все равно там мысли ходят. У меня вопрос, как применить ваш метод? То есть каждый раз, когда я собираюсь делать это упражнение, мне нужно сделать снятие напряжения по вашему методу и постараться входить в это состояние. А я могу во время делать упражнение? Ну да, да, да. Наверное, сам ответить лучше. Как быстрее остановить тишину внутреннюю? Ну как это? Вот же мы сейчас рассказывали, как. А когда это делать? Перед или прям сразу во время? То есть я и смотрю на точку, ну и вообще неважно, смотрю, не смотрю, мне надо остановить диалог. Я им порекомендую, у меня белый, это на черную точку смотреть, внимание собирать. Я останавливаюсь в диалог. В этот момент оттекает напряжение. Я говорю, что-то телом поделать. Это очень хорошая рекомендация, смотреть точку. Очень хорошая рекомендация. Но принцип ключа, подбирай то, что тебе подходит. Одному подходит в точку смотреть, другому подходит подергаться, третьему подходят идеомоторные приемы. Надо, перебирая разные варианты, подобрать то, что подходит вам, как примеряете платье в магазине, по размеру. Вам должно подходит. В этом ключ отличается. Почему это ключ называется? Потому что вы подбираете принцип подбора путем перебора. По критерию индивидуального соответствия вы подбираете то, что вам хочется продолжать. То, что вам легко делать. Послушайте, а раньше в школе какой принцип был? Повторяй, пока не получится. Вот ты так в точку будешь смотреть всю жизнь. Потому что не получается, а тебе говорят, а ты преодолевай, ты старайся, повторяй, пока не получится. Повторение мать учения. Это старое правило. Туда надо добавить новое правило, чтобы они вместе были. Скидывать напряжение через тело. Принцип подбора путем перебора. Скидывать напряжение. Если вы это будете делать умственно, тоже будет скидывать напряжение. Как в релитре. Повторяемая молитва снимает напряжение. Давайте сейчас на Ирине покажем, попробуем Ирине остановить внутренний диалог. Не надо, я стесняюсь. Да ладно, что стесняешься. Ну вот ты смотришь. Повторяйте смотреть. Знаете, сколько я научил людей выступать? Именно за счет таких занятий. Потому что сейчас вы будете снимать зажимы, и у вас появится вместо адреналина эндорфин, а люди для того, чтобы выступать, 50 грамм для храбрости. А вы это получаете сразу. Да, вот это вот внимательно. Потому что вот про точку, все эти напряжения с остановкой внутреннего диалога, вот как через тело сбрасываете напряжение. Например, там в голове. Внутренний диалог – это напряжение в голове. Вот как Хасай говорил, электричество там бегает по этим синапсам. Сейчас я вам скажу, знаете что? Когда Алан говорит, смотри на точку, остановится внутренний диалог, у 30% так и будет. А люди, которые напряженные, у них мысль скачет, и они никак не могут. Для них это насилие. Поэтому я говорю, подбирайте. Или снимите сначала блоки. Вот вы блоки снимете, и вы будете сидеть бездомно, смотреть в точку. Да, так и будет. Уникальная возможность Хасай потренироваться. Давайте, становитесь. Хрёст, начните хрёст делать. Какая умница. Сначала измерьте. Вы на каком делении находитесь? 10 и 0? По внутреннему диалогу или по сейчас напряжению? Напряжение. Вот это 10. Это шторм, это хаос, это боль, это дискомфорт. Это 9. То есть, вот почему она в точку не может смотреть. Потому что у неё высокое напряжение. А человек, который безмятежный, он и сам смотрит в точку. Ему пофигу. Давайте, Хрёст. Вот принцип подбора путём перебора. Как работает? Вот смотрите. Прямой эфир вас попросил сделать, понимаете, ради вот этого, чтобы объяснить, как это делать правильно нашим студентам. Вот сейчас мы делаем хрёст. Теперь делайте лыжника. Молодец. Вот вы делаете лыжника, руки вниз, бросаете пятки поя. Теперь попробуйте наоборот. То есть, подбирайте, что вам подходит, то, что хочется продолжать. Вот перебор разных упражнений. Существует миллион упражнений, подбирайте то, что вам подходит. Вот какое упражнение вам сейчас с головы приходит. Вот миллион упражнений, которые вы в детстве делали, которые вы видели в кино, не важно. Во-во-во, делайте, делайте. Начали с одного. Это как ниточка потянула, распутывает весь кул. Вот видишь, что сейчас вот, Ирина, вот сейчас у тебя напряжение скидывается с головы через действие. Ну, оно у меня уже становится, потому что я как-то о другом думаю, о чём-то другом. Вот. Мне кажется, я не думаю. Я же говорю. Мне нравится, о чём думаешь. Саня Магометович, гений. Спасибо, Алан. Ты тоже гений, потому что мы все одинаковые. Мы все одинаково думаем, поэтому ты и собрал нас здесь. Отца, если бы мы все одинаково думали, мы бы в другом мире жили, понимаешь, к сожалению. Но ничего. Дорогу оселит идущий. Да, вот смотри, мой сын, его зовут Ален. Ален Алиев, психолог. Он, когда был маленький, он сказал фразу. Если бы люди понимали друг друга и проблем бы не было. Сто процентов. Если бы не хотели хотя бы понимать друг друга, понимаете? То есть проблема в том, что они не хотят даже. Ну, потому что если человек не выспался, например, у него другое состояние, у него напряжение, раздражительность. На работе, да, там раздражительность. На работе. Уже меняются, да, конечно. Поэтому все должны ключом владеть, чтобы все понимали друг друга. Ну, вот мы и стараемся, видите, объяснять по мере возможностей. А все остальные подписывайтесь на Хаса и Магометовича. Ссылки будут в описании под видео. О, спасибо. Мне как раз надо школу расширять. Скажу вам, потому что наша школа, она работает для создания науки человечности, чтобы человек сохранялся на планете, вопреки всем обстоятельствам, и мы занимаемся сокращением кризисов и войн на планете и потребностей в лекарствах. Потому что все лекарства в организме есть. Ну, вот у нас общие намерения с вами, конечно, Хасаио, одинаковые. Конечно. А вот Ирина уже, по-моему, более расслаблена, да, стала? Да, уже она меняется. А теперь, что в голову пройдет любые упражнения? Хотите по канату лазьте, хотите в лапту играйте, хотите фехтуйте, хотите боксируйте, хотите на барабане играйте. Вот сейчас ты, например, смотришь в эту точку, да, не думаешь об этом, а напряжение через тело скидываешь? Ну, могу сказать, что легче стало, и я прям как будто бы устала, и мысли как будто бы устали, и они не гудят уже. Они не устали, ты с них энергию, их них, это же электричество, ты это электричество кинула в руки, понимаешь? Конечно, конечно, конечно. Электричество это уходит. А теперь садитесь, пожалуйста. Болтавни на движение. Да, и поболтайтесь вот так вот, как вам нравится, по кругу или туда-сюда. А я скажу закономерностью. Вот так. Вот качаешься и смотришь точку, жык-жыжык, а тело отпускаешь, и напряжение уходит. Напряжение через тело сливается, понимаете? Напряжение через тело скидываете, через любые действия, пальцем можно стучать, как вот эту же, да, пальцами стучал? Да, пальцами стучал. Поэтому четкие появились Потому что повторяемые движения Снимают напряжение А, четкие это тоже функцию, да, это выполняют? Конечно Поэтому мужики сидят, у них четкие Вот так вот В Дагестане вас любят Ну как дела сейчас? Я прям готова смотреть на точку Я прям готова уже делать Легче стало на точку смотреть, да? Вот смотри Если у тебя поля до 10, у меня было 9 Вот сейчас 2-3 балла у меня примерно Снизилась А Ланте был прав Ей надо было снять напряжение То есть человеку не хватает физической активности Видите, вот в тело скидываешь из головы Это же электричество Я вот на прошлом эфире это помнил Это электричество Что такое мысли? Это синапсы там бегают Электричество Это электричество сбрасываешь в тело Легкая физзарядка Вот такие раскачивают Все что угодно Оно сбрасывает Электричество Когда ты в ритм заходишь Вот ты бежишь, например В ритм вошла И напряжение падает А в ритм не вошла Напряжение поднимается Потом ты его преодолеваешь И потом опять легкость Это второе дыхание так называемое, да? Когда открывается? Да, да, да А если просто в ритме бежать трусцой То и не нужно второе дыхание, правильно? Если правильно бежать Это называется марафонский бег Если правильно ты найдешь Это военных так учили, наверное, вы, да? Потому что там военная разведка Не вот так бегает без второго дыхания Конечно, конечно Это вообще меня марафонец научил Он говорит в марафоне Главное найти бег А мы теперь легко находим бег Потому что перед бегом делаем Хлос, Лежника, Шалтай, Болта И теперь снимаем напряжение И сразу находим ритм Не можем бежать долго У меня есть друг, который у меня учился Много лет назад, 20 лет назад Он каждый день 5 километров Плавает И он лечит наркоманов И он говорит Я когда ключ сделаю Я потом такие сессии провожу Говорит, бесподобные И как он ключ сделал 5 километров плавает каждый день И он занимается Есть мясо Вот это Кетон диеты Какая-то у него Он все время мясо ест Маша, тут еще Вот одна девушка Виктория Вам с вопросом Ирина пока качается Сейчас мы ее трогать не будем Пусть она покачается В состоянии свое отработает И потом с нами поделится Да, Ирина? А кто хочет еще спросить Пожалуйста Включите Виктория Включите аудио А, все Включила Слышно? Да Здравствуйте Я не с самого начала Здесь опоздала На полчаса С дороги просто Вот У меня такой вопрос У меня проблема с дыханием 7 лет У меня было тургенство Своем Мы ездили часто в горы Алла, наверное, знает В Архиз Мы ездили там На экскурсии Ходили свободно То есть на водопады На озера ходили Везде поднимались То есть дыхание было нормальное Все в порядке Родила второго ребенка И вот эта проблема То есть я не могу пройти В принципе вообще Как бы Ну пару километров Может быть И все И у меня Начинается Сердце выскакивает И вот эти вот проблемы Я просто задыхаюсь У меня не мышцы болят Не болят ничего Вы кардиограмму делали? Кардиограмму Да, у меня нормально Все сердце Той парень на побыстре А с бронхами? Спирограф Дули в этот спирограф? Нет Что это? Я даже не знаю Что это такое? Это такая штука Когда дуешь Там единички Или в школе у нас стояла Такая бочка Ты дунешь И она поднималась Нет Я такого не делала ни разу Если у вас дыхание беспокоит Надо же проверить Измеряет объем легких Я тебе запишу Надо проверить Просто вот это И естественно Когда я нервничаю Даже сейчас я говорю Я начинаю нервничать Я начинаю задыхаться Сейчас мы проверим Послушайте меня У вас давно такое началось? Ну вот Второго ребенка родила Я стала это замечать По крайней мере У меня есть проблемы со спиной Я связываю Что это вот Остеохондроз Может быть, конечно Теперь голову поверните Направо Не поднимая плеча А для нас Это будет повторение Мать учения А теперь вы знаете Еще и принцип подбора Путем перебора Вот два принципа Соединяем И теперь получится Вот направо и налево У вас одинаково поворачивается? Налево лучше На пальчик На два пальчика Насколько? Ну если вот так ставить Насколько пальцев? Да прям Ну прям прилично Вот вам Причина нашли Сразу А что это? В смысле? Кровоток нарушен У вас же там блок Поэтому Когда вы идете Два километра Естественно Вы задыхаться У вас кровообращение Мозга нарушено Это Что нужно? Выравнивать спину? Надо вот что сделать Надо вам Которая задержалась На полчаса Посмотреть наше видео Вначале как раз Эту тему обсуждали Как надо массаж делать И как вот Какие упражнения Делать Вы все это посмотрите В следующий раз Алан будет организовывать Эту встречу Вы туда выйдете Уже с результатами А я добавлю Посмотрите там упражнения Там как раз тоже Давали эти упражнения В Карине И тоже так само Поделайте Друзья Теперь вы поняли Почему я начал С того Что в первую очередь Повернуть голову Туда сюда Сразу видно Вот человек Пришел Говорит У меня дыхание А мы сразу проверили Оказывается Здесь блок Сразу понятно Это врач Каждый Должен знать Как два Даже два Четыре А ваша школа И наша школа Должны соединиться Для того Чтобы до врачей Это донести Когда мы до врачей Это донесем Вот мы же пытаемся Понимаешь Вот мы сейчас Делаем эфир Тут 1600 человек Сейчас в ютюбе Еще в зуме Да вот Больше 1600 человек Нас сейчас слушают Друзьям своим Раскидайте это видео Кому вы хотите помочь Родственникам своим Понимаете Конкретные упражнения Дают Сейчас очень много Людей страдают Они вам будут Благодарны Хасай Тут еще вопрос Алексей написал Скажите Хасай Уважаемая Есть упражнение По методу ключ Для протрузии В частности Можно ли вообще Выключить на время Боль Что такое протрузия Давайте сюда Выходите Вы знаете У меня такое правило Не видя человека Советы давать Только шарлатаны Алексей Выходите в эфир Кто спрашивал 10.82 Алексей Молчит В следующий раз Подготовьтесь Чтобы вы могли Выходить С изображения Я написал Я же заранее Всем написал Чтобы с видео Выходили все Но видите Не очень все Внимательные Так друзья мои Кто еще руку будет Поднимать У кого еще есть вопросы По остановке внутренней По чему-нибудь еще Если нет То мы будем Заканчивать Да С Хасай Устал от нас Целое совещание Провели Я хочу повторить Что если вы Научитесь Выходить на ноль Сбрасывая Лишнее напряжение Делая эти приемы Подбирая То что вам Подходит И отбрасывая То что не подходит Первые дни Именно у дивана И кровати Потом сели Именно Пустили все мысли На самотек Если вы это будете делать У вас в жизни Многое поменяется И когда вы выходите На это безмятежное состояние Помечтайте о том Что бы вы хотели В жизни улучшить Что бы вы в себе Хотели развить И у вас будут Открываться Те способности И будут такие обстоятельства Сами помогать вам Об этом сказано Во всех мировых книгах Во всех мудрых книгах Просто у нас Кроме слов Технология Простая и надежная Вот Андрей появился Разобрался в своем Интернете Давайте Там Алексей был А, там Алексей был Да Я вот хотел спросить То есть Получается У меня вот с детства Есть такая привычка Ну Нога под дном ходит То есть Это тоже получается Как Я использую Типа метод Клюк Да То сбрасываю Напряжение Своё Ноги Ноги Да 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 Я вот прям Сидел там За партой И вообще Сидеть люблю И прям Ногами Люблю Об этом и речь Идёт Конечно Это у вас Нервное напряжение Таким образом Сбрасывается У каждого Сбрасывается По-своему Кто-то Подёргивает Вот так Сидит Кто-то Там Ногой Качает Кто-то В кресле Раскачивается Кто-то Песни Поёт У каждого По-своему Сбрасывается Поэтому Если вы Не будете Позволять Вот так Вот Ногой Делать У вас Напряжение Растёт А если Вы Сильнее Начнёте Это делать Осознанно Специально Как упражнение У вас Быстрее Напряжение Упадёт Ко мне Мама Провела Ребёнка Которая Через Несколько Дней Экзамен А он Сидит На стуле Вот так Качается Она Говорит Научить Его Не качаться А сосредотачиваться А я Ему Говорил Сильнее Качайся Она Вот так Стоит Удивлённая Я говорю Для чего Вам Его Провела Чтобы Он Не Качался А вы Ему Говорите Качайся А я Говорю Посмотрите Что Сейчас Будет Я Говорю Сильнее Качайся Усилил Он Ту Реакцию Которую Организм Выдавал Качается Качается Потом Говорит Сколько Ещё Качаться Надо Я Говорю Уже Не Хочется До экзамена И он Прекрасно Сдавал Экзамен Потому Что Он Уже Мог Сосвят Оттачиваться То есть Усиливать Получается Да Называется Позитивная Интенция Надо Усиливать Инстинктивную Реакцию Которая Помогает Она Не Случайно У вас Утрировано Её Делать Просто Хочется Качать Качать Сильнее Пока Не Устанешь Просто Быстрее Устранишь Быстрее Разберёшь Да Понятно Там Прометеозависимость Тоже Было Прометеозависимость Прометеозависимость Пожалуйста Если Вы Этого Ещё Не Делаете С Этого Дня Начните 10-12 Дней Записывать Как Девочки Свои Месячные Записывают Дневничок Вы Все Записывайте Пожалуйста Погоду По Четырём Факторам Температура Геомагнитная Обстановка Атмосферное Давление И Осадки Дождь Ветер Четыре Фактора Если Вы Будете Записывать Вы Потом Вдруг Даже Человек Который Думает Что Он На Погоду Не Реагирует Потом Вдруг Поймёт Что Вот Например Спать Сегодня Не Может Не Знает Почему Такое Раздражённое Окно Открыло Там Буран А Теперь Понятно И Он Уже Меньше Накручивается Знание Сила И Когда Буран Добавите Вот Это Ещё Пару Раз И Будет Ещё Лучше А ещё Можете Руки В горячей Воде Помыть Пульмонологи Советуют Астматикам Приступ Это тоже Спазм Руки В горячей Воде Помыть Горячая Вода Переключает Доминант И У нас Тоже Есть Переключатели Вот Следующий Раз Мы Поговорим Об Этому Как Переключать Через Кончики Пальца Как Переключать Через Уши В следующий раз Можем Об этом Поговорить В вас Спрашивают В догонку Потому что Вы говорили Про детей Ногами Качать Дети С гиперактивностью Ногами Качать Получается Это нормально Надо Видеть Ребёнка Надо Степень Видеть Друзья Я хочу Сказать Ещё Раз Никогда Не делайте Советов От Людей Которые Не в курсе Дела Потому что Гиперактивность Она Разная Бывает Степень Разная Бывает Может Её вообще Нет Неправильный Диагноз Какой-то Поставили Правильно Жаня Конечно Вот Ирина Поделится Нам К чему Пришла Ирина Качаясь На стуле Да Я могу Поделиться Сколько У нас Радужники Сколько Было Сколько Стало Было 9 Сейчас На уровне 1 2 Может Даже 1 А может И вообще 0 Я просто Так Не Привыкла К такому Состоянию Вот этот Ноль Это и есть Отсутствие Диалога Понимаете Вот вы сидите У вас Как голова Вот вы думаете О чём-то Как вы думаете У вас Мысли Эмоции Цепляют Или Или они Пофигу А я Я слышу Я Я Как будто Убрала Фокус Внутреннего Диалога Потому что Вы Это электричество Сбросили Понимаете Это же электричество Вы его просто Скинули Это электричество Грубо говоря Через То есть Мне надо Напрячься Чтобы Что-то Придумать Правильно Неохота Неохота Напрягаться Неохота Вот и замечательно Вот это состояние Когда вы отдыхаете На самом деле В этом состоянии Безмятежности Организм Восстанавливается Восстанавливает Свои истощённые И нарушенные Функции Если вы будете Это делать Один раз в день А это и есть То что Будда Называл Медитацией Медитация Путь к нирване Нирвана Это но Безмятежность Так они же Этому просто Извините Неправильно Учат Понимаете Куда одевать Напряжение Надо Скидывать Через тело Советская наука Сильнее всех Всем говорю Всегда Хасай Получилось Точно У Хасая Рубашка Чёрного цвета Я сейчас На неё смотрела Не моргала И у меня было Прям тихо В голове Супер Вот и всё Так что Друзья мои Все кто это Всё смотрит Пользуйтесь Достижениями Советской науки А говорят В Советском Союзе Только галоши делали Понимаете Там Высокая наука Колёса Сансары Вот оказывается Ухтамский Великий Говорил Что кто научится Управлять доминантой Научится Управлять судьбой А сансара Это колёса Карма Карма Там и прочее Так вот Если вы научитесь Снимать стресс Вы можете Направлять Свои мысли Не только туда Куда они шли А туда Куда вы хотите Чтобы шли Поэтому В йоге Написано Мы сначала Вас научим Не думать Чтобы вы Научились Думать О чём Хотите Думать А не только О том О чём Думается Да Но они на это Тратят годы Понимаете А так это Гораздо проще Поэтому друзья мои Сбрасывайте Своё напряжение В голове Через физические Какие-то Такие движения Давайте будем Прощаться с Хасаем Поблагодарим его Сегодня была Чудесная лекция Чудесная Семинар Это даже Фактически А не лекция Да была Хасая Лива А я благодарю Алана От души Я был В Северной Осетии Я там Занимался После Когда Этот Летник был Я приезжал Туда Помогал Людям И потом После Беслана Я помогал Там Людям Дай Бог Здоровья Вам Да Я кстати Говорю Первый человек Который Выводил Людей Из острого Стресса Когда они Не могли Слышать Психолога А как Это Тяжело Наверное Как-то Через движение Тоже Через движение Ну потому Что он Психолога Не слышит Он дрожит А я ему Говорят Дрожи Сильнее Он Дрожит Сильнее Дрожит Сильнее И потом Сел И говорит Ой Устал Да Устал И слезы Напряжение Снял Это не устал А снял Блоки Блоки Напряжение Снял Вот он Вышел Из штопора Из десятки Выскочил Вышел На пятерку И градом Слезы Пошли Я говорю Плач Плач Он плачет Потом Ой Что же Все так Не делают Удивился Вот так Вот Я потом Учил Первых психологов МЧС Ну все Друзья мои До скорых встреч Подписывайтесь На Хасая Покупайте его книги В интернете Вот на зоне Есть уже Товарищи проверили Соединим Наши школы Да 100% Все делаем Все дело Хотим чтобы человек Стал лучше Версия самого себя Правильно Конечно Для этого есть простые способы Я же говорю Наша наука Была очень продвинута В этом вопросе Почему такой Потом провал Получился Знаете Все хотел Ратнику этот вопрос Задать Но они как-то Вот умерли Не получилось Да Вы же лично Его знали Почему этот провал Получился Большие же достижения Были огромные В советской науке Вот как Как так случилось Как страну Так вот Потому что Потому что идея Они стали Стали с теми Стали с теми веками Смешиваться Поэтому И получилось Все Что мы Сегодня Имеем Теперь Перекос В сторону Капитала Поэтому Школа Сломалась Все Наука Сломалась А мы Солан Стараемся Нас Вырвать Из этого Колодца И вывести Всех На правильный Путь Да И поэтому Поскольку Все говорят Начни с себя Мы начинаем С себя Мы себя Будем Освобождать От блоков Зажимов От страхов Лучше Соображать И других Людей Подскажем Им тоже Как это Делать Все Друзья Надеюсь Вот Без наркотиков Я хотел Чтобы вы Поняли Как напряжение Снимается Через тело Напряжение В голове А снимается Через тело Причем Это электричество Оно просто Выходит Из вас Лишнее Электричество И все Нормально Твое Любимое Слово Электричество Я поддерживаю Энергия Энергия Электричество Очень мне нравится Это слово Электричество Как эти Импульсы Пробегают Ну это Силопс Там электричество Бегает В голове Это по сути Друзья Спасибо Всем Подписывайтесь На наш Ютуб канал Увеличьте Мне тоже Школу Ютуб Метод Клюшка Салиева Ютуб канал Ссылка будет В описании Под видео Да И инстаграм У нас есть Инстаграм Телеграм 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 У вас есть Канал Тоже Называется Канал Метод Клюшка Салиева Я с удовольствием Смотрю Алана Когда он На узле Вот этом Называется Вот этот Перехват управления Да Перехват управления Благодаря Алану Я туда Тоже попал Замечательно Спасибо Алан Я вас всех Обнимаю До встречи Спасибо вам До встречи До свидания